После скандальных высказываний Максима Галкина, Первый канал решил заменить его в шоу «Сегодня вечером». Съемки программы «Сегодня вечером» несколько месяцев стояли на паузе. Теперь программа возвращается в эфир, но уже без Максима Галкина. Уехавшему в Израиль шоумену нашли замену. Максима Галкина продолжают отменять в России. В конце февраля ведущий опубликовал антивоенный пост и вместе с Аллой Пугачевой и детьми уехал в Израиль. Сначала юморист лишился всех рекламных контрактов и концертов на родине, а теперь, похоже, и работы на Первом канале. Сегодня в останке на старту съемки шоу «Сегодня вечером», которое вернется в эфир после длительного перерыва 9 мая. Галкин вел программу последние пять лет, сначала в компании Юлии Меньшовой, а потом один. Теперь же по решению руководства она будет выходить в эфир с новым ведущим. Кто им станет, держится в строжайшем секрете. Однако журналистам удалось выяснить некоторые подробности. Большинству сотрудников передачи до последнего ничего не рассказывали, как и приглашенным на запись звездам. Потенциальных кандидатов на замену Максима на данный момент несколько. Судя по всему, будут выбирать в процессе, кто лучше впишется. Звучали имена Александра Олешко, Нонны Гришаевой, Дмитрия Борисова и других. Возможно, вернется в формат с двумя или вообще несколькими ведущими. Судьба проекта «Лучше всех», где Максим Галкин был ведущим, пока неизвестна. Максим Галкин при этом без работы не сидит. Скоро у юмориста состоится большой гастрольный тур по Израилю. По словам Максима, билеты раскупают, как горячие пирожки. Пришлось даже объявить дополнительные концерты. Также, если верить слухам, ему вместе с Аллой Пугачевой предложили вести на местном телевидении аналог шоу «Русский ниндзя». В России некогда одного из самых успешных шоуменов, похоже, больше не ждут.